Путешествовать с жилым автоприцепом все равно, что иметь собственный мотель на колесах. В отличие от автофургонов, прицепы цепляются к автомобилю и имеют начинку от самой простой до роскошной, включая полностью оборудованную ванную и кухню. Чтобы изготовить жилой автоприцеп, рабочий сооружает раму из стальных балок. Пилу поливают охладителем, чтобы она не перегрелась во время сильного трения. Для винтов и шурупов проделываются отверстия, чтобы позже можно было крепить компоненты. Затем балки свариваются в готовую раму. Вокруг рамы пропускают электрические провода. Отверстия окантовывают резиновой изоляцией, чтобы предотвратить повреждения острыми металлическими краями. Затем рабочие устанавливают металлические скобы, к которым на днище прицепа будут крепиться емкости для воды и канализации. Колеса крепятся на ось. Затем проводятся газовые трубы. Кухонная плита, холодильник и система обогрева работают на пропане. После крепятся емкости для воды и туалета, изготовленные из прочного полиэтилена. В каждой емкости проделывается отверстие, после чего на него навинчивается патрубок. Емкости крепятся непосредственно к раме. Белые для питьевой воды, первая черная для душа и раковин, вторая черная для канализации. Для укладки пола рабочие используют водонепроницаемую пленку, на которую кладется сосновая рама, утепленная стекловатой, поверх которой стелется фанера. После затирки швов и укладки линолеума устанавливаются шкафы и мебель. Следующими устанавливаются крепления для сантехники. Они соединяются с трубами, отходящими от емкости под днищем. Подача воды осуществляется электрическим насосом. Пока одни рабочие устанавливают собранные заранее стены, другие прокладывают проводку для освещения и электроприборов. Внутренняя поверхность стены делана виниловой филенкой. Штукатурка слишком тяжелая для автоприцепа. Филенка крепится на сосновую раму, утепленную стекловатой. Внешняя поверхность делается алюминиевым сайдингом. Затем завершается проводка для электрооборудования. Для крыши устанавливается еще одна сосновая рама с утеплителем и стекловатой, покрытая тонким деревянным щитом. Дерево укрепляется, чтобы крыша могла выдерживать вес груза. Затем рабочие прорезают различные вентиляционные отверстия. Затем наносится слой клея. И укладывается высокопрочная водостойкая резиновая мембрана, которая крепится по периметру. Рабочие устанавливают вентиляционные люки для туалета, холодильника и циркуляции воздуха, герметизируя швы вокруг них. Последними вставляются окна и навешиваются двери, крепятся навесы и прочие дополнительные оборудования. Рабочие проверяют водопровод, канализацию и электросети. После этого проводится тест на герметичность. Специальный агрегат нагнетает воздух в помещении прицепа. Там, где появляются пузыри, нужна дополнительная герметизация. Вот и все. Жилой автоприцеп, достойный короля дороги, готов. Будем надеяться, что такой не будет плестись впереди вас. Рабочие выводят герметизацию. До свидания. Продолжение следует...